Всем приветствуем мистерия. Высшая мера. Что это на самом деле означало в СССР? Словосочетание высшая мера стало в Советском Союзе эвфемизмом расстрела, и если кого-то сегодня спросить о значении фразы, то почти наверняка вам ответят, что имеется в виду высшая мера уголовного наказания. Но на самом деле изначально этот термин имел в Конституции иное значение. Именно так называлась смертная казнь в первых Конституциях РУК РСФСР в образца 1922 года. Новообразованное советское государство, открещиваясь от зверств гражданской войны, исключило смертную казнь из системы уголовного наказания и рассматривало ее как исключительную меру. Причем носящий временный характер. В коммунистическом государстве ни преступления, ни наказания за них не предполагалось. В такой ситуации советские законодатели более всего напоминали страус, спрятавшего голову в песок. На самом же деле скрытый юридический смысл в таком подходе имелся. Практовка высшая мера социальной защиты предполагала не наказание преступника, а защиту от него социума. Советские законодатели и исполнители при этом всего лишь выбрали из двух зол наименьшее. Признать, что полный отказ от смертной казни пока невозможно, пришлось довольно скоро. В 1926 году было затеяно масштабное изменение законодательства с целью привести к институции и кодексу всех союзных республик к общему знаменателю. В новой редакции смертная казнь была включена в систему уголовных наказаний как высшая мера. Правда, количество статей, по которым она могла применяться по сравнению с предыдущей редакцией, было снижено вдвое. Впоследствии правоприменение наказания несколько раз расширялось различными законодательными актами. В 1935 году оно было распространено на несовершеннолетних подростков и как минимум однажды. В 1940 году было применено на практике. Очередной виток борьбы со смертной казнью пришелся на хрущевскую отепль. В новой редакции УК РСФСР расстрел трактовался как исключительное мера наказания, так как в будущем его планировалось отменить. Несмотря на свою исключительность, смертная казнь после 60-х годов оставалась довольна распространенным в Советском Союзе наказанием.